Наша очередная история может подключить к читательской аудитории даже военных документалистов, так как покоится на реальных воспоминаниях начальника разведки Северного флота Сутягина, впоследствии профессора географии Герценовского университета, о пленении и допросе известного летчика АСА Люфтваффе Рудольфа Мюллера. Этот гаденыш, конечно не сопливый шкет, но 22 лет от разу, за неполных два года сентября 1941 года сумел сбить 94 наших самолета, за что и был удостоен высшей награды фашистской Германии рыцарского креста с дубовыми листами. Заметим, Мюллер был далеко не лучшим птенцом Геринга, ведь были еще Хартман, Боргхорн или Раль, на счетах которых числятся соответственно 352, 301 и 275 сбитых советских самолетов. Но не признавать, что этот фашистский стервятник был большим мастером своего дела, просто глупо, как ошибочно думать, что и советские АСА, в частности покрышки на кожи дуб, сбившие соответственно 59 и 62 самолета, были бледной тенью, в кавычках, немцев. Ведь важно понимать, что на момент начала войны у нас на балансе оставались неконкурентные модели самолетов, которым было нелегко соперничать даже с самыми простыми немецкими бомбардировщиками. А уж ВВС Северного флота, где кураживался Мюллер, вообще были укомплектованы самолетами допотопных образцов, истребителями И-153 Чайка, И-15 Бис и И-16, которые по прямой уступали в скорости даже Юнкерсам, немецким бомбардировщикам. А поступавшие в первых партиях Ленд-Лиза английские истребители Харрикейн и американский Р-40С Томагавк всегда могли на равных вести воздушные бои с мессершмиттами. Молодому читателю не мешает напомнить и тот прискорбный факт, что летные кадры СССР, имевшие за плечами опыт боев в Испании в зимней войне с Финляндией на Халхенболе, были сильно прорежены репрессиями. А новое пополнение не имело не то что боевого опыта, но даже достаточного летного опыта, плохо знало технику и тактику авиации противника. Это при том, что немцы уже получили опыт применения авиации в небе Польши, Великобритании и Норвегии. Вернемся, однако, к действующим лицам нашей саги. И прежде всего, к Павлу Григорьевичу Сутягину. Окончив перед войной краткосрочные дипломатические курсы, он был назначен в Норвежское посольство Советского Союза военно-морским атташе, фактически резидентом нашей разведки. Но после оккупации Норвегии в фашистской Германии, Сутягин был арестован и оказался в фашистском гестапо. Впоследствии был обменен и, возвращаясь кружным путем через Турцию домой, был арестован немцами вторично. Но судьба улыбнулась ему и на этот раз. Его опять обменяли. После чего и произошло назначение в одну из самых горячих точек воздушно-морского противоборства с противником на Северный флот. Все дело в том, что в незамерзающий порт Мурманск шел основной поток так называемых ленд-лизовских грузов. Эти жизненно важные союзные конвои нужно было оборонять от немецкого флота и бомбардировщиков с торпедоносцами, доводить до Мурманска и быстро разгружать. Ведь немцы нещадно бомбили и портовые сооружения. Оборонительная тактика с привязкой к месту, конечно же, сковывала действия нашей истребительной авиации, в то время как летчики Люфтваффе чувствовали себя свободными охотниками. При этом вражеские бомбардировщики выполняли свою работу обычно в сопровождении истребителей. Точно известно, 19 апреля 1943 года Мюллер вылетел в первый и последний раз на новом Мессершмитте, на боевое задание, которое заключалось в прикрытии группы истребителей и бомбардировщиков, отправленных на бомбардировку аэродрома Ваенге. В завержавшемся воздушном сражении аса подбил младший лейтенант Энн Бокий. Мы не случайно использовали глагол «подбил», так как мерзавец Мюллер, он же виртуоз, все-таки сумел посадить машину на снег в восьми километрах восточнее озера Малярви и попытался на лыжах уйти к своим. Кстати, вы только представьте себе, что находилось в спинном кармане его парашюта. Маскировочный халат, теплые носки, шоколад, спички и сигареты, а в вещевом мешке мясные консервы, шоколад, кекс, сигареты, перевязочный пакет. Но и это еще не все. В полет полагались также складные лыжи и палки, ракетница с запасом ракет и пистолет. Поэтому неудивительно, что когда командир полка капитан П. Збигнев с техником Соболевским на биплане самолете Ко-2 командование Люфтваффе прозвало этот самолет «Рус Фанер». Подлетел к месту посадки мистер Шмидта, то его кабина оказалась пустой, хотя в ней был обнаружен парашют с табличкой, на которой готическим шрифтом красовалось имя немца – Мюллер. Но главный вещдок, видя глубокого следа лыжни, находился рядом с самолетом. Что оставалось делать Збигневу с техником, ведь «Рус Фанере», «Лыж», как, впрочем, у многого другого, не полагалось. К счастью, на нем была рация, благодаря которой он связался с командным пунктом и смог организовать погоню за шустрым асом, подключив к поискам разведчиков с собакой. О шустрости немца говорил хотя бы тот факт, что за ночь немец преодолел более 90 километров, прежде чем его настигла погоня. По имеющимся сведениям, завидя советских бойцов, Мюллер благоразумно бросил оружие и принял знакомую позу «Хэнде Хох». Руки вверх. По законам военного времени, столь знаменитый вражеский летчик непременно должен был пройти через жернова контрразведчиков. Однако все их усилия, предпринятые не без традиционных физических приемов, не увенчались должным успехом. Клиент при ответах на некоторые вопросы хранил нордическое молчание. Тогда контрразведчики решили передать его армейской разведке, Павлу Григорьевичу, вдруг тому повезет. Эта акция носила скорее ритуальный характер, поскольку контрразведка, как и Москва, благодаря доносам тех же контрразведчиков, была хорошо осведомлена о недопустимой мягкотелости Сутягина к пленным гитлеровцам. Такой имидж, с учетом собственных пребываний в плену, Сутягину ничего хорошего не сулил. Побывав в руках советских контрразведчиков, немецкий ас, мягко говоря, выглядел не очень презентабельно. Выдавало сильно помятое физианумы. Сутягину, по его словам, подобные методы допроса военнопленных не доставляли удовольствия. И он прибегнул к военной хитрости. Он лично разыскал на одном из эсминцев настоящего цыгана, служившего мотористом. Это была чрезвычайно колоритная личность. Двухметровому акселерату с бородой чуть ли не до пояса и серьгой в ухе, по задумке Павла Григорьевича срочно шили красную рубаху на выпуск, чтобы придать ему вид законченного киношного палача. Но это еще не все. Подчиненные Сутягина притащили кресло наблюдателя со сбитого фокера. Этот самолет-разведчик назывался у нас «Рамой». Кресло представляло собой фундаментальную конструкцию. Широкие подлокотники, высокий подголовник, бронеспинка. При небольшом напряжении фантазии его вполне можно было принять за электрический стул. С учетом того, что подлокотником и подголовнику кресла были присоединены толстые электрические кабели, которые уходили в соседнюю комнату. Кресло установили в центре пыточной в кавычках комнаты, а в дверях, скрестив на груди руки, стоял наряженный в красную рубаху цыган. При этом он занимал столько места, что Мюллеру пришлось бы протиснуться мимо него боком, иначе говоря, не заметить асу ряженого палача было невозможно. И вот привели Мюллера. Усадили в кресло фокера напротив палача, делавшего при этом по требованию Павла Григорьевича зверское лицо. Разглядев электрические кабели, нордический клиент заметно побледнел и обмяк. А когда Сутягин рявкнул по-немецки, еще никто не выходил живым из этой комнаты, не ответив на мои вопросы, Мюллер поплыл, что и требовалось доказать. Кстати, рявкнуть Сутягин мог не хуже английского короля Ричарда Львиное Сердце. 12 век. От крика которого, как известно, приседали кони. Таким голосом, утверждает мой коллега Доброскок Владимир Алексеевич, можно командовать эсминцем с просвистанного всеми ветрами мостика в любой шторм. Зная об этом Даре, Павла Григорьевича университетское руководство всегда просило его открывать традиционную церемонию первого звонка, которая проводится для первокурсников 1 сентября у главного корпуса. И Павел Григорьевич под открытым небом, без микрофона, всегда вещал так, что его можно было хорошо слышать даже у факультета географии, от которой его отделяло не столько 150 метров, сколько два капитальных здания. Это было поразительно. После рыка Ричарда Львиное Сердце, при виде строившего гримасы палача в красной рубахе и ужасного электрического стула, Вюллер наконец развязал язык и дал исчерпывающие ответы на вопросы Павла Григорьевича. Пленник не только подробно рассказал о подготовке немецких молодых летчиков в учебных подразделениях и частях, о летчиках своего отряда, дав при этом каждому из них краткую характеристику. Главное, что удалось утягивать, это вытянуть из мюллера сведения о тактике, применяемой их летчиками в Заполярье, об организации ПВО аэродромов, о новом немецком истребителе Мессершмитте 109С-2. Немецкий ас указал на некоторые ошибки, допускаемые советскими летчиками в воздушных боях, и на схемах, нарисованных им самим, показал, как избежать их. Сутягин довольно быстро стал известен немцам и даже получил от них прозвище «Черный Ганс». Черный – это от цвета его военно-морской формы, а «Ганс» – эквивалент русского Ивана. Параллельно были дезавуированы и все доносы на Павла Григорьевича, как слишком либерального и мягкотелого разведчика. Более того, его авторитет заметно возрос, особенно с учетом создания им в Норвегии с помощью завербованного им Тура Хейердала разветвленной сети разведчиков, которые, в частности, пристально наблюдали за немецкими портами и аэродромами. Дружбу со знаменитым путешественником Павел Григорьевич сохранил на всю жизнь. Что же касается пленника Мюллера, то он, по некоторым источникам, был отправлен в лагерь для военнопленных, где в 1944 году бесславно окончил свой жизненный путь, якобы при попытке к бегству. Якобы. Потому что Паулюсы, Гессы и прочие гитлеровские фигуранты военных преступлений, получившие те или иные тюремные сроки, лично не убивали советских людей. Ясно, что Мюллер был преступником иного сорта. Это были отрывки из книги «Профессорятник» из «Жизни ленинградских географов». Автор Юрий Гладкий. И ссылка на источник. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. Новосибирск. Ссылку на книгу, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова